Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 19 главе книги «Исхода». На Древнем Ближнем Востоке и в Малой Азии, собственно, на Ближнем Востоке, в Междуречье, в Египте, во всем древневосточном культурном мире существовала практика некоторых договоров, которые властители заключают друг с другом или со своими подданными договоров, которые великие цари хеттов или Египта или Ассирии заключают с более мелкими владителями, главами небольших областей, царями или вождями маленьких племен, которые входят в состав империи. И в шамеро-аккадском мире, и в ассирийской культуре, и, как я уже сказал, у хеттов и египтян, это очень характерная вещь. Такой договор называется, ну, по-древнееврейски, Берит, и мы переводим это название на наш с вами язык, как Завет. Завет. Речь не идет о партнерских, так сказать, отношениях, и Завет далеко не подобен равноправным договорам современных держав, вовсе нет. Это договор между властелином и его подданными, группой подданных. В таких договорах обычно существуют очень характерные черты. Это некоторый рассказ о том, почему договор заключен. Скажем, там, правитель такой-то завоевал землю такую-то, и поэтому он заключает с жителями этой земли вот такой договор. Здесь предъявлены требования, которые должны исполнять участники этого договора, причем, собственно, речь идет о требованиях, конечно, не к властелину, не к великому царю, а к кому-то вот там, к этой группе, к племени. Обычно упоминаются так же, что обещает властелин. Властелин обещает, скажем, там, справедливость или не карать жителей этой земли какими-нибудь набегами или что-нибудь еще в этом роде. Чаще всего в память о заключении Завета устанавливаются тельные религиозные церемонии, иной раз и регулярные. Ну и обычно такой договор между властелином и племенами подразумевает некоторый знак. Знак того, что этот договор, Завет существует, он заключен. Ну, там, скажем, властелин говорит поставить огромную из черного камня стелу, на которой будет высечен текст договора и изображен там рельеф какого-нибудь хамурапи с соответствующими племенами. Причем там будет вот такой хамурапи и вот такусенькие крохотные фигурки завоеванных племен. Египтяне тоже очень любили в этом вкусе изображения такие. То есть вещь очень известная. Все понимают, как это устроено, что это такое. И вот здесь в 19 главе мы видим, как Бог заключает через Моисея вот такой завет, договор со своим народом. В третий месяц по исходе в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую и расположились с Таном, и расположился там Израиль напротив горы. Речь идет о горе Синай. Удивительно, но полной уверенности у историков, какая же из вершин этого массива Харива была тем самым Синаем, полной уверенности нет. Традиция говорит, что это та гора, которая теперь называется Джебель-Муса, вершина Моисея, у подножия которой стоит монастырь Екатерин Синайской. Итак, вот на эту Синайскую гору каменистую скалу, довольно высокую, сложной формы с уступами поднимается Моисей. Там есть несколько площадок, на которые вот можно последовательно подниматься, и сегодня паломники регулярно делают это, восходят на гору Синай. Итак, Моисей поднимается, и здесь, на горе, собственно, происходит разговор, диалог между Моисеем и Богом. Как и в других случаях, инициатором является Бог. Это автор книги «Исхода», и авторы, и составители подчеркивают очень настойчиво, как и при Неаполиме и Купине, как и в других случаях, инициатором является Бог. И вот Господь обращается, взывает к Моисею с горы и говорит «Так скажи дому Яковлеву, вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». Это некая историческая часть, предисловие, так сказать, к договору завета. Вы видели, кто я, вы видели мою силу, как я избавил вас от египтян, как погибли египтяне, как я, как на крыльях, принес вас в эту пустыню. И так, говорит Господь, если будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Если будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой. Вот, собственно говоря, закон, о котором шла речь в предыдущей главе, закон, который Моисею предстоит сформулировать для всего Израиля на века и века вперед, этот закон возникает не просто как повеление Бога, а как условие договора, условие завета, в котором Бог, как великий властелин, и народ, как подвластное некое племя, связаны друг с другом, оказываются соединенными в этом завете. Ни в коем случае не стоит сравнивать этот завет с равноправными, конечно, договорами, потому что стороны вовсе не равноправны. Однако это договор, который требует согласия обеих сторон. Инициатором является Бог, но требуется согласие народа на то, чтобы в этом завете быть. Согласие народа на то, чтобы условия этого завета исполнять. Слушаться голосу моего и соблюдать завет мой. И со своей стороны Бог обещает здесь израильтянам, вы будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Как мы уже не раз говорили, читая книгу «Исход», авторы видят принадлежащие Богу всю землю вообще, считая территориальных каких-то божеств в лучшем случае третьестепенными, а то и вовсе не существующими. И все народы также подвластны Богу. Но Бог говорит, а вы будете моим народом, специально моим, моим уделом, тем, кто, тем, что принадлежит, или кто принадлежит только мне. Вот такая несколько парадоксальная ситуация, потому что, конечно, Богу принадлежат все люди, не только вся земля, но и все люди, можно сказать, все народы, хотя имеет ли в этой парадигме значение, каким народом эти люди принадлежат или нет, очень большой вопрос. Тем не менее, но вы будете моим специально, моим уделом, отдельно, так сказать. Вот оказывается, что это значит. Вы будете у меня царством священников и народом святым. Ну и, как христиане, надо полагать, помнят, это цитирует апостол Петр в своем послании. Вот, царственное священство и народ святой, люди, взятые в удел. Петр потом еще разъясняет дальше, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот, люди, взятые в удел, царственное священство, народ святой. Те, кто среди народов служат Богу, специально существуют для того, чтобы волю Божью исполнять и ее возвещать, эту правду Божью. Путь, путь Бога, о котором, в частности, шла речь в предыдущей главе. Царство священников, люди, которые служат Богу, принося ему весь мир, всех людей, всю жизнь, все обстоятельства жизни и будучи одновременно свидетелями правды Божьей для всех людей. Царство священников, те, кто пребывает в общении, в диалоге с Богом. Это, надо сказать, довольно важная вообще для книги исхода тоже мысль, которая постепенно начинает здесь проявляться и станет более яркой следующей главы, того, что в жизни народа Божьего, а следовательно и в жизни всего мира, не должно быть отделенных от Бога или закрытых для Бога сфер, частей, властей жизни. Все должно происходить перед Его лицом, по Его воле и в соответствии с данным Богом законом. Вот, собственно, это означает, видимо, царственное священство. Вот говорит Господь слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Народу предлагается, не навязывается, предлагается этот договор. В конце концов, посылая Моисея в Египет, Бог обещал избавить израильтян от опасности истребления, которое грозило израильтянам в Египте. Собственно, это свое обещание Бог исполнил. Они ушли из Египта и ушли достаточно далеко, да еще с такими драматическими событиями, что никакая погоня уже им не грозит. Они уже освободились от египетского рабства. Что Бог обещал, то он им и исполнил. Грубо говоря, на этом месте, по крайней мере, теоретически, существует возможность разойтись, как в море корабли. Бог в одну сторону, израильтяне в другую сторону, чтобы превратиться в еще одно крупное и относительно благочестивое ближневосточное семитское племя. замысел Бога другой, и он предлагает израильтянам этот самый договор завета. Как я уже сказал, возможность для израильтян не вступать в этот договор существует, она реально, не призрачна. Это не такая ситуация, когда Бог делает израильтянам предложение от которого они не смогут отказаться. Нет, это не мафиозная разборка. У израильтян действительно есть возможность не вступать в договор. Ну, другой разговор, что не вступать в этот завет в их положении, да и в положении любого другого человека, было бы не слишком умно, но здесь разговор не об уме, а о свободе. Они должны выбрать договор, всегда принимаются двумя сторонами, ну, при том, что, как я еще раз скажу, это типичный по структуре ближневосточный договор, где одна сторона великий властелин, другая сторона некое подвластное ему племя. В общем, подобного рода взаимоотношения для религиозной культуры как той эпохи, так и всех последующих времен, в общем-то, вполне уникальны. И те традиции, которые на этой идее основаны, на идее завета с Богом, так или иначе, конечно, опираются вот на факт Синайского завета как на основополагающий. Моисей собирает старейшин, предлагает им слова Господни, и весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним и будем послушны. Здесь это, видимо, в Совете старейшин происходит, хотя, может быть, и в собрании народа, потом мы после плена увидим, как приезды иные, это действительно в народном собрании, хором люди говорят, все исполним и будем послушны. Люди соглашаются на это еще одно призвание, еще одно новое после избавления из Египта, все исполним и будем послушны. еще не сформулированы требования закона в конкретном виде. Это дело следующей главы, но автор подразумевает, что о чем идет речь, более или менее всем понятно. Вот есть условия слушаться голосом и его соблюдать завет. вот есть обещание, вот есть согласие народа. Моисей пересказывает это Господу и Господь говорит Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, чтобы слышал народ, как я буду говорить с тобой и поверил тебе навсегда. То есть предполагается, что рассказ об этом событии будет передаваться из уст в уста и с поколения в поколение и Бог явит Моисею и народу некоторое чудесное, необъяснимое видение или видение буду говорить с тобой в густом облаке, так, чтобы они убедились, поняли, познали эту реальность славы Божьей, реальность Бога. И когда Моисей все это народу пересказывает, вот Господь ему говорит пойди к народу объяви освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои. Бог абсолютно иной, Бог велик над паче всех богов, его вся земля, он властелин человеческой жизни и человеческой смерти, он владыка всего и бесконечно больше, выше, светлее человека. Все превосходные степени здесь можно употребить. И это требует от человека величайшего уважения. Собственно, чаще всего такое уважение религиозного характера по отношению к Богу называют словом благоговение. Ну вот, почтение к величию Божьему, почтение к Богу, который является источником, причиной и условием твоей жизни. Весь этот мир и каждый из нас существует постольку, поскольку Бог когда-то этого захотел и до тех пор, пока Бог этого хочет. Вот такова парадигма, в рамках которой мыслят авторы книги исхода. Итак, освети его, пусть одежду постирают и в чистом придут к заключению завета. Речь идет здесь о чистоте физической, которая при этом также должна быть знаком, внешним выражением чистоты сердца. Как мы уже говорили, здесь в этой культуре, в этой стадии развития традиций невозможно разделить внешнее и внутреннее. Как Моисей в битве израильтян с Амаликом не просто молится, но пока его руки воздеты, он молится, Израиль побеждает, если он опускает руки, Амалик побеждает. Так и здесь. Вот эта очистка, стирка одежд и воздержание, некоторое приготовление благоголейное к созерцанию славы Божьей, это, конечно, внешняя вещь. Современный читатель нередко склонен думать, ну, в конце концов, в душе ты можешь благоговеть перед Богом, но при этом у тебя не свежие носки. Ну, может быть, в глазах современного человека это и так, хотя наверное не все так романтично. Для древнего человека, для культуры эпохи Моисея и для культуры той эпохи, в которой авторы записывают эти Моисеевы предания и компилируют их, вот невозможно разделить одно от другого. Благоговение в сердце выражается и во внешних признаках благоговения, поэтому Господь запрещает прикасаться даже к подножию горы. Говорит здесь о том, что кто прикоснется к горе, предан будет смерти, рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. вот неблагоговение, неуважение к воле Бога, к самому Богу, это чума души, то, что убивает человека и с чем ни в коем случае нельзя соприкасаться, поэтому в подобных случаях, в частности с неблагоговением, с кощунством, Тора предлагает казнь, виды казни, которые не требуют прикасаться руками, это либо забросать камнями, либо пронзить стрелой, вот не просто так эти бесконтактные методы, так сказать, здесь выбраны, Господь, ну или по крайней мере автор влагает в уста Господни через Моисея, вот эту мысль, неблагоговение к Богу, неуважение к Богу, отсутствие священного трепета перед величием святыни Божьей, это порог несовместимый с жизнью, если это ты пускаешь в своем сердце и разрешаешь ему там укорениться, жизнь для тебя становится невозможной. Ну как может быть для сравнения можно, знаете, сказать примерно так, движение крови по сосудам является необходимым условием жизни, если этого движения нет, то и жизни нет, организм ну крупный, теплокровный, потребляющий кислород через легкие и кровеносные сосуды не выживет, так и здесь благоговение к Богу, почтение, священный трепет перед величием славы Божьей это необходимое условие жизни, причем здесь не различается жизнь физическая и духовная, жизнь личности, души и тела, поэтому есть ли этот священный трепет, это благоговение уважения к святыне Божьей есть, жизнь возможна, если нет, она невозможна, потому что это самая ее важная составляющая. Собственно говоря, суровость наказания, которое здесь Тора предлагает и предписывает за неуважение к Богу объясняется именно этой глубокой убежденностью в том, что когда ты перестаешь относиться к Богу с священным трепетом, теряешь уважение, ты начинаешь гнить и разрушаться внутри, и смерть здесь становится неизбежной. И так вот таковы условия, Бог говорит, вымойте одежду свою, осветитесь, не прикасайтесь к горе, не восходите на нее, и когда только слава Господня отойдет от горы, тогда люди могут на нее взойти, и Моисей все это говорит народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. Ну, это вообще говоря, выглядит как некоторое дополнение, идущее от самого Моисея, вот это про не прикасайтесь к женам, Господь ему об этом не говорит, он говорит, освети его сегодня и завтра, и пусть вымоет одежды свои, но, тем не менее, за этими словами тоже стоит некоторый важный аспект вот этой вот парадигмы благоговения. И, наконец, когда эти три дня проходят, когда народ очистился, осветился, готовил себя воздержанием, постарался в благоговении приступить к подножию горы Синай на некотором отдалении от него, вот в это время, собственно, на третий день заключается этот завет. Были громы, молнии, густое облако над горой Синайской. Трубный звук весьма сильный. Густое облако это уже не раз встречавшееся нам в библейском тексте слава Господня, та, которая облаком сияющим наполняет храм, скажем, при освящении его Соломоном, так слава Господня, сияющее облако его присутствие, которое покидает храм, как это видит Иезекииль, та слава Господня, которая идет перед Израилем в столпе облачном и в столпе огненном, вот это густое облако, которое в одних обстоятельствах будет облаком мрака, окутывающим вершину горы, в других просто густым, как непроницаемый для взгляда в туман, громы, молнии и трубный звук весьма сильный. Вот так, все это для авторов есть характерные признаки явления Бога, Бога-явления. Заметьте, что для Ветхого Завета такими признаками являются вот эти все пугающие вещи еще. Это может быть землетрясение, как мы тоже здесь увидим, или что-то еще. и все это без благоговения в общем смертельно опасно для человека. Невозможно взирать на эту славу Божьем. Для библейской культуры большой вопрос, можно ли видеть Бога и не умереть. И только когда Бог становится человеком, воплощается когда Господь Иисус Христос приходит в нашу жизнь, оказывается, что только в нем это божественное присутствие может быть не смертельным для человека. Это один из важнейших аспектов и, по крайней мере, с человеческой точки зрения, один из важнейших мотивов воплощения. Ну, понятное дело, здесь об воплощении Господнем речи нету, вот это величие славы Божьей приводит к такому вот грандиозному видению густое облако на вершине горы Синай. И Моисей выводит народ из стана на встречу с Богом, в сретенье Богу, то есть для того, чтобы люди увидели эту славу Божью, чтобы Бог, ну, Бог и так видит народ, но тем не менее, вот некоторые события внешне, это должно как-то выразиться, недостаточно сказать, что Бог всемогущий и всеведущий и всегда видит весь народ и сердце каждого. Надо, чтобы вот это событие, когда выстраивается народ вокруг подножия горы, на вершине которой это густое облако, надо, чтобы это произошло. И вот гора Синай дымилась от того, что Господь сошел в нее в огне и сильно колебалась. И Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Происходит слышимый для народа диалог между Богом и Моисеем. и Моисей восходит на вершину горы, поднимается в это густое облако, где мрак Божий окутывает вершину горы, и Господь ему говорит, пойди, скажи, подтверди народу, чтобы не порывались видеть Бога, чтобы не пали многие из них. Священники же, приближающиеся к Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Ну, исследователи обычно видят здесь некоторые указания на особые требования чистоты, которые Ветхий Завет предъявляет к священникам, к левицкому священству, но здесь это никак не сформулировано. Значительная часть будет дальше. сформулирована в других библейских книгах. И вот смотрите, первое, так сказать, что Бог говорит Моисею, пойди подтверди, удостоверься, что никто не будет пытаться, чтобы никто не погиб. важный очень дополнение, потому что без этого повеления не входи, не прикасайся, не поднимайся, иначе тебя побьют камнями или поразят стрелой, это просто некоторая угроза, угроза, опасная угроза за серьезный проступок, но сама по себе угроза это не то, что Богу угодно, Богу угодно, чтобы люди не совершали неблагоговейных поступков и не погибли от этого. Вот это тоже очень важная вещь на самом деле во многих заповедях, во многих требованиях, которые, как мы увидим, предполагают смерть в виде санкции, затильные нарушения закона, затильные преступления, это говорится не для того, чтобы постфактум восстановить справедливость, а для того, чтобы избежать этих преступлений и избежать смерти и гибели. Итак, Господь призывает дальше Моисея и Аарона и священники, Моисея и Аарона, а священники и народ не восходят Господу. И все это, все эти повеления Моисей пересказывает Богу, а дальше собственно Моисей и Аарон объявляют вслух народа те условия завета, которые и составляют его самую-самую суть. народ согласился заключить этот завет и исполнять волю Бога, слушаться голоса его и быть поэтому уделом единого Бога из всех народов. Вот теперь при заключении этого завета торжественно в присутствии всего народа и в присутствии сияющего густого облака славы Божьей на горе, на вершине горы Бог дает конкретные указания в чем же заключается этот завет. Субтитры создавал DimaTorzok